Приветствую вас, и вы знаете, я бы высказался в поддержку эксперта, который ответил вам вторым подсчётом. На момент записи моего ответа у вас было всего два ответа, и, соответственно, я говорю именно об этих двух ответах только. Значит, что я хочу вам сказать. У вас, ну, чтобы не сказать, знаете, классическое, у вас зависимость. Зависимость от мужчины, значит, зависимость, на мой взгляд, довольно сильная, раз в течение десяти лет вы поддерживаете мысли о нём, да, думаете о нём и так далее. Вот. То есть, в принципе, я понимаю, что вам очень тяжело, вам трудно. Вот. Значит, у любой зависимости есть, по сути дела, значит, у любой зависимости есть, по сути дела, два основных критерия. Значит, первый критерий – это идеализация человека. И тогда мы говорим о том, что вы его идеализируете. Я имею в виду мужчину. А второй момент – это момент, связанный с тем, что вы считаете, что счастливы вы будете только с ним. Это второй момент. И надо сказать, что вот этот момент, эти два момента, они являются определяющими. И именно в направлении этих двух моментов нужно будет с вами работать. Потому что зависимость, которая у вас наблюдается через десять, в течение десяти лет, не убрать, к сожалению, каким-то одним ответом. Это первое. Второе. Совершенно определённо, совершенно точно, у вас есть в этом человеке какая-то потребность. Ну вот, нужен он вам для чего-то. Нужен он вам. Вот не можете вы без него. И скорее всего, если это была первая любовь, то именно первая любовь продихтована и так же первыми впечатлениями. То есть вы считаете, вы полагаете, что этот человек даст вам те эмоции, которые вы испытывали тогда. Вы по этим эмоциям скучаете. И вы хотите их повторить. При этом вы не понимаете, что один раз вы их пересили и больше вы их пересилить их не сможете. То есть, по сути, вы гонитесь за миражом. И первая любовь – это всегда потребность. Это всегда потребность. Это всегда страсть. Это всегда желание через человека для себя что-то получить. И давайте мы с вами попробуем подумать, что же вы хотите получить от этого мужчины. Подумайте, как бы вы сами могли вы получить то, что вам так сильно от него нужно. Подумайте, какая у вас потребность по отношению к нему. Подумайте, как бы вы могли эту потребность удовлетворить самостоятельно, без мужчины. Подумайте, это правда очень важный момент, о котором я вам сейчас говорю. Это правда очень важный момент, потому что это момент вашей заинтересованности в нем и гипермотивации быть вместе с ним. Далее можно сказать о последнем моменте, который, мне кажется, имеет место быть именно в вашем случае. Это момент отказа. То есть вы же расстались с ним, если я правильно понял, по вашей инициативе. Соответственно, возникает вопрос. Ну хорошо, вы расстались по вашей инициативе. Но какая это была инициатива? Почему она возникла, если вы человека так сильно любите, как вы говорите, если человек вам так сильно нужен? Как же вы с ним смогли расстаться? Зачем вы с ним расставались? И главное, что изменилось потом, когда вы предложили вновь с ним встречаться. Не получилось ли так, что отказ, что вы восприняли как удар по собственной самооценке, и именно из-за этого, из-за того, что вы теперь, условно говоря, сомневаетесь в себе, вы хотите быть с ним, потому что он для вас, средство завершить то действие, которое вы не завершили. Есть такой феномен, называется синдром несовершенного действия. И вот у вас вполне может быть именно этот синдром. И если это так, то с этим синдромом тоже нужно работать. То есть завершить отношения вам на своем собственном личном уровне. И, конечно же, с помощью психолога, ибо самостоятельно делать этого вы, понятное дело, не сможете никак. Если бы могли, то уже давно бы сделали, а вы не можете этого сделать уже 10 лет, по сути дела. И в этом контексте, конечно, обязательно еще раз я хотел бы сказать, что вот мне импонирует позиция эксперта, который ответил вам вторым, где он говорит, что личного общения, плохости у вас нет личного общения с человеком. Здесь я могу его только поддержать, сказать, что действительно личное общение необходимо. Вам нужно общаться с человеком как раз-таки для того, чтобы лучше вообще понимать, кто он такой, и что вообще за мужчиной, по которому вы убиваетесь, и на которую вы тратите свое время. То есть у вас действительно идет очень сильная работа с образом, и эта сильная работа с образом является, конечно же, признаком сублимации. То есть у вас масса невыразенной энергии, и эту невыразенную энергию вы пытаетесь реализовать именно в то русло, которое для вас доступнее всего, а доступнее всего для вас именно мужчина. И я думаю, что если вы перенаправите свою энергию в другое русло, если вы сможете, во-первых, научиться удовлетворять свои потребности, которые у вас есть, если вы сможете научиться не зависеть от человека, если вы сможете научиться действовать только самостоятельно, не ожидая от того, да, что вот вам кто-то научит, не ожидая от того, что вам кто-то что-то даст и так далее, то вот если вы будете действовать так, что ситуация, конечно, изменится. Но изменится она постепенно, потому что зависимость – это довольно серьезное состояние, и из него нужно выходить постепенно, потому что, опять же, вы привыкли так жить, вы так живете уже давно, и, естественно, новые модели поведения будут восприниматься с вами достаточно тяжело, достаточно негативно, и, соответственно, начинать процесс стоит с переживанием, полной истории ваших отношений, как я понял, которые для вас завершились более драматично, чем для мужчины, и пониманием того, почему так случилось, что к этому привело, и что послужило причиной того, что такое стало вообще возможным. То есть, знаете, тут вы не можете забыть любовь, свою первую любовь на протяжении 10 лет, говорит о том, что у вас до сих пор есть надежда, надежда на то, что человек как-то вам ответит взаимностью. И почему вы так думаете? Почему он вам ответит взаимностью? Что на это указывает? Что заставляет вас надеяться? Надеюсь, надеяться, и ради чего вот эти основные вопросы, над которыми вам самостоятельно стоит подумать, перед тем, как вы обратитесь к психологу, чтобы именно эти вопросы, именно с обсуждения этих вопросов, начинать выход из этого состояния, и начать новую жизнь, свободную от этого мужчины. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!